Паника во всем дворе. Одни советуют не поднимать на руки упавшую девочку, другие вызванивают скорую помощь. Эта видеозапись была сделана в первые минуты после падения. Несмотря на сильнейший удар малышка в сознании, но громко плачет. Успокоить девочку не удается даже матери. Врачи увезли ребенка в ДРКБ. У нее многочисленные переломы, черепно-мозговые травмы, повреждения внутренних органов. Малышка провела в реанимации всю ночь. Сейчас девочка в палате. Сколько времени потребуется на восстановление, пока неизвестно. Врачи не исключают возможных осложнений. Малышка упала с четвертого этажа девятиэтажного дома. Она пролетела порядка десяти метров и упала на газон. К счастью, не на бетонной отмостке, которые расположены по всему периметру дома. Иначе последствия были бы еще печальнее. Известно, что ребенку нет и двух лет. Каким образом девочка оказалась возле окна, на подоконнике, непонятно. По словам соседей, она упала вместе с москитной сеткой. Причем на момент падения в квартире были взрослые. Первый раз, да, то есть я такого еще не слышала. Сама очень удивлена. Но вот у меня тоже маленькие дети, они тоже встают на подоконник. Я аж прямо от них не отхожу, потому что знаю, что такая ситуация может произойти. Закрывать. Других вариантов, наверное, нет. Москитная сетка не спасает это точно. Наоборот, все думают, что москитная сетка и бабах. Ребенок, особенно, он думает, что там есть какая-то опора. В прошлом году в Татарстане было 17 случаев падения детей с высоты. Из них два смертельные. И в каждой ситуации прежде всего вина родителей, уверяют врачи. Падение как происходило, так и происходит. Не оставляйте без присмотра у окна. Закрывайте окна. Проветривайте каким-то другим способом. Дети не должны оставаться бесконтрольно, дабы не пришлось обращаться в клиники с такими тяжелейшими травмами. В Казани падать из окон домов дети начали еще с мая. И тенденция, предполагают специалисты, печальная. С приходом жары детский травматизм только обостряется. Медики настоятельно рекомендуют следить за детьми, особенно возле водоемов и в лесу.